я постоянно так проверяя потому что она обычно сразу не почему-то не берет в по старту не знаю я снимаю сейчас просто на планшет в общем всем привет еще раз до встречи подписчиков я решил снять какое-то видео что-то ближе к съемкам и ближе к youtube ну немного годноты дальше ваше дело смотреть до конца это видео или нет поехали а что у нас тут такое посмотрите как вы догадались или не догадались тут лежат две мыльницы одна мыльница и вот вторая мыльница давайте посмотрим что это за мыльница опа и это две мыльницы одна вам знакома я еще рассказывал в еще в 2015 а может быть в 2016 про эту древнюю samsung мыльницу на нее я очень много видосов снял а вот про эту мыльницу кодек я вам ни разу не рассказывал и сразу скажу что я эту мыльницу кодек купил два года назад и давайте немного подробнее расскажу вам вот я вам про эту мыльницу кодекс и xp а в з-42 теперь эту мыльницу надо включить нажимается она вот на эту вот кнопочку блин плохо видно ванна то включайте кнопку услышали этот звук услышали вот так вот выглядит в общем дисплей он до простоты простой в общем сейчас еще раз покажу а вот как он выключается смотрите вот так он выключается красиво важная информация значит он этому лица кодекс может снимать в разрешении семьсот двадцать п но я знаю что тут размыто и тридцать кадров вот тридцать кадров на вот это меньше и меньше и меньше блин почему-то размывается все вот так вот вроде нормально но я думаю вам видно да то есть вот в каком разрешении может снимать это мыльница а дисплей как видите до простоты очень простой сейчас нажму в общем мод вот это выбираем в режим вот он быстро сразу пропадает то есть это на кнопочку надо мода нажать но мне неудобно неудобно немножко вот я могу так например вот мода убираем зум этот кодек мыльница тоже делает кроме видео то что снимает делает фото ну логично что любой фотоаппарат или это мыльница неважно делает тоже фото то есть эта функция присутствует вот высокое качество 50 значит 16 м дальше идет 14 м 12 м 10 м и 5 м и дальше меньше ну и дальше тут идут дополнительные еще настройки вот вот и обратите внимание да то есть острасть сделать качественный контент ну то есть годноту вот в этом блоге или видеоролики ну как вам удобно так и считаете пока вы смотрите это видео давайте еще раз послушаем как выключается это мыльница кодек я нажимаю эту кнопочку внимание внимание на дисплей так сейчас вот еще дополнительная информация для тех кто разбирается это уже но такие тонкости вы сразу можете оценить но это для тех кто уже разбирается в этом значит пикс x pro аспирик зум лэнс 4x white 27 108 миллиметров эквивалент дальше 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 1 к 3 106 кв 6 вот 4x white хочу обратить ваше внимание на то что это мыльница кодекс заряжается не аккумуляторной батарейки а батарейками я когда покупал конечно я не спросил у продавцов а это мыльница кодекс она но заряжается аккумуляторной батарейки то есть подзарядил и вставил она оказывается на батарейках я лоханулся реально вот-вот где гнездо почему-то херуват свечивает в общем в это вот гнездо там кстати еще надо дополнительно покупать sd-карту sd-карту ну вот туда вот будет наверное смешной обзор этой мыльнице и вообще это видео ну вот короче туда вот гнездо есть короче он там вот гнездо видите вот гнездо для батареек вот 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 видите плюс минус а дальше туда надо еще ставить вот sd-карта а меня ее нету в общем а карта памяти у меня есть только нету sd-карты вот поэтому я пока не могу на эту мульту снимать но когда-нибудь я буду на нее что-нибудь да снимать обратите внимание что samsung заряжается ну не заряжается то есть у нее аккумуляторная батарейка вот такая вот вот такая вот а у кодек надо дополнительно вот такие вот батарейки покупать зайчик duracell вот но я считаю что такие неприемленные потому что ну какие уже батарейки в наше время двадцать первый век а еще продают до сих пор с батарейками я не знаю кому нравится с батарейками я думаю никому не нравится но каждый раз покупать батарейки это каменный век конечно кодекс мыльница но выглядит конечно она хороша до сих пор хороша а самсунг ну узнать как уже выглядит это уже тоже динозавр хорошей мыльница небольшое отступление в общем вот это вот кодек мыльницу я покупал специально для гиндос это два года назад до встречи гиндос но я думаю кто то еще помнит гиндоса среди он снимает еще блоге но бывает что вообще не снимает но в этом году он снимал блоге на свой основной канал короче тема такая я как-то не подумал и купил вот это вот кодек мыльницу и подумал ну обрадую я гиндоса подарю ему мыльница а потом через некоторое время узнаю что гиндос купил себе крутой там фотоаппарат и атакой подумал блин но я лох из церей я покупал ему такой подарок и просто решил себе оставить ну вдруг пригодится раз-два-три-четыре терпение не так просто проверяем проверяем окей небольшой эксперимент значит в этом эксперименте принимает участие этот планшет на который сейчас я снимаю вот на эту мыльницу будет принимать участие так включайся так так что с тобой происходят странно она включается ладно вот кто-то может не видел это мыльница а вот эта мыльница не будет принимать участие я сказал почему потому что у нее надо купить короче дополнительно ст-карту а у меня ее нет поехали дальше раз-два-три эксперимент начался теперь я смотрю на мыльницу мыльница смотрит на меня теперь смотрю на планшет в принципе вот могу сделать вот так вот это уже в крайнем случае видеть а вот меня снимает мыльница и меня снимает в общем на планшет а там мыльница давайте подойдем к ней она не принимает участие а мыльница та и планшет принимают участие вот такой я хотел сделать в общем эксперимент теперь хочу подвести итоги к этому видеоролике но считать как вы хотите кто уже досмотрел до этого момента уже все это хорошо можно иметь куча фотоаппаратов неважно за сколько вы их купили насколько вы богатый то есть такие эксперименты можно проводить и даже повышает качество уровня своего блога в ю-тубе то есть уровень он так и так бы ну повысится но все это беспонтово если ваша камера мыльница или гоу-про теряет я так считаю качество то есть все это как-то ну стареет и надо что-то новое поэтому что-то что-то новое купить надо конечно под накопить денежку и купить поэтому как и любой начинающий или топовый блогер хочет себе купить все-таки хорошую топовую камеру на котором на которую было бы приятно снимать и потом это выкладывается ролики в ю тубе но это лично мое мнение как вы считаете может быть вас устраивает и такое качество главное чтобы блогер был в камере и не важно что это за качество может быть хотя вы можете писать комментарий что вы думаете по поводу это и вообще в целом тем поэтому ставь лайк либо дизлайк пиши комментарии что ты думаешь вообще ну реально про это видео всем пока и не только пока ну и увидимся на встрече подписчиков потому что это будет завтра 14 июля на встрече подписчиков